Каким бы замечательным не было безделье на теплом берегу Витина, нужно подумать и насчет культурного отдыха. Дети давно просили, да и нам самим хотелось, посетить мраморную пещеру. Располагается она на удалении 18 километров от Симферополя. После указателя мраморная, нужно заранее уходить направо, поскольку почему-то на самом перекрестке поворот направо запрещен. От съезда с трассы Симферополя-Алушта до пещеры 14,5 километров. Но вот последние 9 километров это настоящее испытание для автомобиля. Проехать конечно можно, если аккуратно, но вероятность ободрать пузо или просадить баллон, а тут невероятно острые камни, очень велика. Мы решили не рисковать, попросили местных довезти нас до пещеры. И пока ждали наш временный транспорт, дети наслаждались общением с местной котейкой. Старенькая шестерка вода раскакала по грунтовке, с легкостью обгоняя попутки туристов. Вообще тут целых две пещеры. Именно мраморная и пещера имене Баир-Хасар или мамонтовая. Оба объекта за один раз сложно успеть посмотреть, поэтому нужно сделать нелегкий выбор. Но наличие термина мамонтовая логично навело детей на мысль, что там можно увидеть останки мамонта, поэтому мы выбрали пещеру имене Баир-Хасар. В переводе с крымско-татарского имене Баир-Хасар – это воронка у холма имене. Наименование длинное и сложно произносимое, поэтому остановимся на народном названии – мамонтовая. Пещера располагается на нижнем плато массива Чатрдак. Это, кстати, Экклезибурун, самая высокая, чуть более полутора тысяч метров, вершина плато Чатрдак. На горизонте видно Симферопольское водохранилище, а за ним и сам Симферополь. А вот это Аянское водохранилище. Для тех, кто рискнул подняться наверх на своем авто, имеется стоянка, а чуть правее и ниже видна та самая воронка, благодаря которой пещера и получила свое название. Пещера имеет карстовое происхождение, то есть образовалась путем вымывания и выветривания в твердых породах более мягких и нестабильных, таких как песчаник. Геологи оценивают ее примерный возраст в 10 миллионов лет. Общая протяженность галерей превышает 2 километра, но для посетителей открыта не более километра. Она имеет 5 уровней, верхний расположен на глубине около 30 метров от поверхности земли, а нижний позволяет спуститься на 180 метров. В пещере очень высокая влажность, достигающая 100%, а среднегодовая температура стабильно держится на отметке плюс 5 градусов. Экскурсия начинается с Северной галереи и далее идем в главный зал. Главный зал – это протяженный грот, достигающий 120 метров в длину, где над головой на высоте 40 метров зияет тот самый колодец, давший название пещеры. Когда спелеологи начали подготовку пещеры к посещениям туристами, они обнаружили целое кладбище для исторических животных, что неудивительно, поскольку провал в течение многих тысяч лет был естественной природной ловушкой. В основном это были мамонты, поэтому пещеру и называют мамонтовой. Далее спускаемся в озерный зал. Как следует из названия, там имеется озеро. Оно нереально прозрачно и даже как-то не верится, что его глубина 6 метров. Направляемся в зал идолов. Тут можно полюбоваться многочисленными сталагмитами, растущими от пола, и кальцитовыми натеками на стенах, похожими на зефир. По узкому тоннелю попадаем в сокровищницу. Это маленький, но очень красивый зал. А благодаря гелектитам, образующим нити видны, спиральные и вьющиеся образования, которые переливаются всеми цветами в лучах света, реально возникает ощущение, что находишься в сокровищнице. За сокровищницей идет зал Кички Мет, самый красивый зал пещеры. Когда его видишь, даже как-то не верится, что это чудо создано природой, а не профессиональным ландшафтным дизайнером. Зал состоит из трех частей, а максимальная высота составляет 50 метров. Да, только представьте себе, сюда вполне могут поместиться 16-этажный дом. Перед нами очень необычный сталагмит, вулканчик. Отличается наличием небольшого озерца на вершине. Но самое удивительное изваяние – это хозяин пещеры. Что примечательно, он с каждого ракурса выглядит совершенно по-разному. Отсутствие времени здесь, конечно, неприятно, но намного большую опасность представляет в пещере темнота, и темнота здесь абсолютная. А вот отсюда он точь-в-точь спелеолк в каске. А вот, кстати, с этого ракурса можно наконец оценить, насколько высока пещера. В дальнем уголке зала находится необычный сталагтиц с множеством внутренних отверстий. Его называют душем. Чтобы попасть в зал Дублянского, нужно обратно пройти через долину идолов. Когда-то на этом месте было двухуровневое озеро. Так как вода в пещере насыщена различными минералами, на ее поверхности появляется тонкая пленка из кальцита. За многие тысячи лет эта пленка нарастает и может достигать толщины в несколько десятков сантиметров, превращаясь в настоящую перемычку. Потом появилось верхнее озеро. Как изменялся уровень его воды, хорошо видно на своде пещеры. В какой-то момент вода из нижнего озера ушла, а перемычка не выдержала многотонного веса верхнего озера и провалилась. Органный зал назван так из-за целой стены полых сталактитов, а если по ним постучать, они издают разный звук. Вот только туристам этого не демонстрируют, поскольку они очень легко отваливаются при простукивании. Пока висит капля, сталактит будет расти. Стоит ее сбить в нашу марку и зимой стоит вообще сухой. Они без щёточек перестало, сферолит называется, формируются в том числе под водой, как на грязном баране. И крайняя точка нашей экскурсии – тронный зал. В центре его находится интересный сталагмит – шапка мономаха. Его еще называют черепаха, медуза, гриб и даже череп с мозгами. А вот тут мы видим фигурку хозяйки зала. На этом наша экскурсия окончена, поднимаемся на поверхность. Единственное, хотелось бы посмотреть еще на провал снаружи. Ну и как же уйти из пещеры без сувениров. Выходя на поверхность и увидев солнечный свет, находишься под большим впечатлением. Такое ощущение, что ты побывал в совершенно другом мире. И даже посетив пещеру один раз, все равно возникает желание еще раз спуститься в эти удивительные глубины. Обязательно повторим на следующий год. Тем более, у нас еще осталась неизученная мраморная пещера.